Неотложная помощь вуторина рентгологии. Неотложное состояние может быть самое разнообразное. Это кровотечение, которое может быть не только вуторингологии, а в любоподовых тканях. Ожоги и в травмах. Теноза гортания. Это как раз то, чем занимается уторингология. Народное тело, клеммоны и ацепты. Вот, кратко обсудим эти состояния. Носовое кровотечение. Эпистакси. Очень часто могут встречаться, вы можете встретиться с ними и в себя на приеме, и на улице, и в транспорте. И обязаны вам оказать первую помощь, а уже специфицированную помощь оказывают в утренную логингу. Причинами носового кровотечения могут быть местные изменения, могут быть системные изменения. И самое тяжелое, когда идет сочетание факторов и местного, и системного. Распространенные местные причины, это травма носа, конкурсового фазу. То есть, в народе еще говорят, пустить кровот носа. То есть, когда идет удар к конкурсу, обязательно будет носовое кровотечение, которое в самом пути, через какое-то время остановится, и в дальнейшем пациент будет летать с людьми, а выделение из носа, тут травматический ремень. А тропический процесс веществе оболочки носа, изменение веществе оболочки, которые как раз тоже приводят к сухости, и дальнейшем могут являться источником носовых кровотечений. Понятно, что злокачественное новообразование носового фаза могут быть причиной очень тяжелых проходных носовых кровотечений. А также, которые сообразования, которые являются по гистологии добропачественными, но по сфероглиническому лечению ближе к локачественным, и тоже могут являться причинами носовых кровотечений. Ну и народный телополки, о которых мы чуть позже тоже подробно поговорим. Если брать общие причины носового кровотечения, то, конечно же, на первом месте это артериальная гипертония, это гипертоническая болезнь. К сожалению, не все наши пациенты светят своим давлением, постоянно принимают поддерживающую терапию, и поэтому на фоне артериального гипертонического криза очень часто получают носовое кровотечение. То есть, с одной стороны, это патология, а с другой стороны, это защитный механизм. То есть, лишняя кровь, как клапанный механизм, выпускается через сосуды полустеноза. Если вы помните, раньше большинство заболеваний тоже лечили про упускание. Инфекционные заболевания грипп. Вирусы воздействуют на средство оболочков полустеноза, нарушают ее, тоже могут вызывать нестовое кровотечение. С одной стороны, население принимает препараты симптоматические при острых простудных заболеваниях в большом количестве, где много того же астерина, идет нарушение смысл крови, и тоже могут вызывать нестовое кровотечение. На фоне аплеза, атеросклероза, на фоне декомпенсации, особенно, очень тяжело проникать, простекая кислородочные заболеваниях на фоне печеночной декомпенсации, так как в печени вырабатываются факторы свертывания, когда их практически нет, и выступает в кровотечении. Почень декомпенсации зашкаливает азотистые основания, то есть шелакисты радио в большом количестве, тоже без нарушений, есть оболочек полостенок в тяжелом слабом кровотечении. На фоне передозировки антикоагулянтов, очень многие пациенты годами принимают антикоагулянты, если им идет замена клапанов, сосудов, суставов, не стоит об этом забывать. С другой стороны, опять же, наше веселение принимает препараты, очень часто и не по назначению врача, потому что они так считают нужным, те же антикоагулянты, и без всякого контроля, ни, говоря ни свертвой, ни кровотечения, ни мануон, и в дальнейшем на этом фоне могут тоже развиваться тяжелые сады кровотечения. Какая должна быть тактика при носовом кровотечении? В идеале, конечно же, мы должны посмотреть источник носового кровотечения. Когда мы видим сосуд, когда мы видим эрозию, всегда это проще, мы спокойно нашли причину, и с этим можно бороться. Обязательно смотрим, что у нас в системе крови, берем коглограмму, находим изменения. Важно найти причинное заболевание, то, о чем я говорила, это может быть и гипертоническая болезнь, и новообразование. Очень важно определить степень кровопотери, потому что, к сожалению, очень часто к носовому кровотечению относится как то очень легко. Он подумал, что носовое кровотечение. К носовому кровотечению может протекать легко, может закончиться тяжелым осложнением после летального исхода. Поэтому относиться к носовому кровотечению, что спасать и мелочь, которая пройдет, тоже нельзя. Поэтому очень важно определить степень кровопотери. Есть разные алгоритмы, мы это делаем для того, чтобы определить, что нам делать конкретно с пациентом. Либо мы его госпитализируем, либо мы остановим кровотечение, отпускаем его домой. А если мы его понимаем, что надо госпитализировать, то это реально куда? Терапевтическое отделение. Вот для него есть какие-то, или в реанимацию. Еще раз, по-четному, что носовое кровотечение может вытекать достаточно тяжело, вызывать различные осложнения, вплоть до летального исхода. Есть такое заболевание, наследственная патология, болезнь Рандю Остера, когда идут нарушения, строения мелких сосудов, и появляется так называемая фириоангиэкстазия. А вот где располагаются эти фириоангиэкстазы, там и будут кровотечения при малейших травмах. Это может быть на лице, как на данном фото, это может быть в полости носа, в полости рта, в пищеводе, и будут тяжелые носовые, пищеводные и другие кровотечения. Врачи пациентов надо знать и помнить, они наблюдают и улечиваются с гематологом, но мы тоже в этой ситуации должны понимать и оказывать первую помощь, а в дальнейшем уже направлять ответственную помощь к гематологам. Еще раз подчеркну, что очень важно посмотреть, найти причину, место, локализацию своего кровотечения. Передние отделы, это все-таки более легко мы можем осмотреть кровотечения, потому что мы его видим, это обычно писельбахоз, блексус, передние отделы с аллораторами, задние отделы, там уже другие артерии, пастериал, смайдалис, и другие, там уже более тяжелые кровотечения, связанные с развитием и образования, и анебризмы, поэтому, конечно, задние кровотечения тяжелее, задних отделов носовой полоски более тяжело диагностируются, более тяжело останавливаются. В этой ситуации нам чаще приходится препятствовать установке заднего тамфона, что тоже тяжело переносится к пациентам. Как я уже говорила, передние отделы, это процент 90 носовых кровотечений, зоны пистельбаха, это передние отделы перегородки носа, которые, во-первых, хорошо видно, имеют к ним доступ, поэтому оказать помощь достаточно легко и эффективно. Расширенные сосуды в передних отделах перегородки носа как первая помощь, мы можем сформулировать генетатическую губку. В дальнейшем при нормализации давления мы можем провести при сжигании калточку этих сосудов, то есть мы начинаем с периферии расширенных сосудов до середины, потом это может быть лазер, радиоволна, это может быть трехлорусная кислота, раствор серебра, все что угодно. Капрофер, мы все это сжигаем аккуратно, образуется корочка, потом, которая аккуратненько впадает, формируется новая свистая оболочка. Если это достаточно глубоко уходящие сосуды, в такой ситуации мы выполним операцию отслойку свистой оболочки, потом тоже все это аккуратно заживает с формированием лица и наставы кровотечения прекращаются. Если уставнувшись с кровотечением где угодно, еще в том числе на мобильоне, в транспорте, на улице, вверх пациент должен сеть голову наполнить вперед. Ни в коем случае глава не должна быть упрощена на сам, потому что кровь может попасть в дыхательные пути, вызовет ассектизию, кровь может попасть в пищеварительные пути, тем самым вызовет рвоту, так как своя кровь не переваливается, до небольшого количества крови, которая попадает в желудок, обязательно будет рвота большим количеством окрашенной кровью. жидкостей всегда пациент очень пугается. То есть наша задача посмотреть, нет ли повышенного давления, если у нас нет под рукой тонометра, пациент красный, напряженный, какое-то время пустите, небольшое количество крови выйдет, и в этом нет ничего плохого, то есть снизится давление, кровоотечения будет по себе меньше. Важно правильно прижать крыло носа в перегородке, это либо делает доктор, либо на 8% с одним пальцем прижать крыло носа. Если у нас есть под рукой холод, лед, можно положить холодный переносик на зацелочную, опять же, если есть под рукой у нас перец водорода, любой слухующей капли, мы можем тампон смочить в растворе и положить его в полных носах, тем самым вызов схвата посудов и прекращение носового кровоотечения. Очень важно успокоиться с одной стороны, не обязательно успокоиться по-моему, чтобы все это люди не видели ваше спокойствие неуверенности, все должно быть спокойно. Еще раз подчеркну, если высокое давление, мы либо снижаем давление, либо пусть какое-то время будет небольшой весовое кровоотечение, нормализация давления. В дальнейшем, когда пациент поступает в пациент, по возможности мы неимаем очков гулянты, допустим, тоже варфаринтах с контролем МНО. У нас в распоряжении достаточно много демонстатических средств, в более практик в случае мы имеем минкотоновую кислоту, в более сложных ситуациях с терминкотоновой кислотой, которая готовит с большим вырослым институтом, ну и в помощь антиоскорбиновой кислотаде, парактальсе, литинон, ликосол, и другие. Для того, чтобы в цели гемостатической, мы вводим с пациентом свежезамороженную плазму, в которой есть факторы сферстывания в дальнейшем, если прощечение вызывает уже снижение эритроцитов, снижение гемоглазина, гемозакрита, как вместительная терапия мы обеспечиваем гемостатарную массу, в каких-то ситуациях стромбоцитарную массу, это уже конкретно каждому пациенту в миссисус удаливании мы разбираемся. Поэтому еще раз сферстно-мороженой плазмы мы вводим как гемостатик, а эритроцитарную массу мы вводим уже как вентильную терапию. Я уже говорила, что мы можем делать. Аномитация слизистой оболочки это любые пенцы здоровья, любые сцуживающие капли, а в принципе гемостатические средства, гемостатические булка золотина есть практически в каждом наборе для первой помощи. Если раньше мы широко променяли гемостатику после кровотечения местными областями добавляем дреналин, то сейчас мы стараемся как можно меньше проводить таких инвазивных мешательств. В настоящее время гемостатику проводится крайне редко практически не выполняется. Каустику или кокуляцию высочайшего сосуда мы обязательно выполняем, но только после нормализации давления. Смыслу большого нет. Мы запаяем этот сосуд и в следующий раз варежется гипертонический кризис и где будет кровотечение уже не очень понятно. Банальная ситуация передней компонада очень широко используется при неэффективности передней компонады тогда мы уже думаем о задней компонаде которая намного тяжелее переносит подсоединитель берения и в крайне тяжелом случае когда мы не справляемся выполняем перевязку наружной сонной артерии что не очень эффективно мало селективно в основном используется при наличии распадающейся опухоли злокачественной опухоли либо доброкачественных опухолях полустеноз в окон заводах паз если кровотечение мы не можем остановить у нас есть еще помощь эрмитентхирургов мы выполняем эндоваскулярную аплюзию приводящих сосудов это тоже выполняется по строгим показаниям так как тоже достаточно инвазивная тяжелая манипуляция может с собой приводить целый ряд осложнений в том числе и решение головного мозга после развития инфунктов или инфаркта головного мозга передняя компонада выполняется в принципе логинологом потому что нужен навык нужен свет нужны инструменты мы всегда учим ординаторов выполняв передняя компонада достаточно плохо достаточно глубоко чтобы не переделывать за один раз вводим марли вату если надо достаточно плотно чтобы пациент за минимальное количество времени потому что конец процедуры не очень приемлемы задняя компонада еще раз подчеркну выполняется в тяжелых ситуациях в той ситуации когда передняя компонада неэффективно когда мы несколько раз вводим передний компон эффекта никакого нет тогда мы переходим на саднюю тампонаду полосы носа очень важно когда мы выполняем саднюю тампонаду когда мы проводим катет через полос рта мы вводим тампон опять же чтобы понять какой нам нужен тампон для носоглопки мы просим пациента сложить большие пальцы и вот по ногтевым фалангам больших пальцев где примерно такой размер носоглопки подбираем тампон и за один раз вводим его в носоглопку очень важно вместе с тем как мы вводим этот тампон не зацепить с собой мягкое нюнобо уголя чтобы они не вошли в носоглопку не были там стампонированы потому что нарушение тропицы очень быстро приводится к некрозам поэтому выполняется все достаточно быстро и то же самое пытаемся за один раз чтобы не было некроза контрольный лифт который через пол сердца мы приклеиваем щеки или к уху а задний тампон мы опять же завязываем после того провели термия тампонаты не просто на кожу в поле с носа кончика носа в преддверии а обязательно подкладываем какую-то в основу прослойку сейчас достаточно много появилось силиконовых тампонов для передней тампонаты вот например так называемый песок то есть тампон вводится в поле сноса буквально одним движением через трубочку наливается туда стерильный петрофор тампон раздувается и износового кровотечения есть тампоны такие же но что другие которые двухсекционные мы можем либо задние отделы раздуть в кровотечении либо только передние отделы спать очень удобно когда мы понимаем через тофе кровотечения мы можем туда ввести к красам раздуть и будет уже нормальная установка кровотечения в конкретной той области которой нам необходимо инородные телополоски у нас с одной стороны конечно это достаточно часто бывает в детском возрасте дети исследуют окружающий мир поэтому в полость носа могут засунуть какие-то мелкие детали конструктора монетки полгалица все что угодно с другой стороны взрослые люди тоже вводят себе в полость носа разные инородные тела как только на какое-то время инородное тело задеть в полости носа понятно что будет развиваться воспалительный процесс который потом может перейти хронический и то же самое будет вызывать удлинение дыхания выделения из полости носа гнойного характера поэтому конечно же инородные тела по возможности максимально рано удалять полости носа это это фото пациента что было первоначально мы уже не знаем с этим инородным телом он ходил более пяти лет так как в полости слизи много минеральных компонентов то что первоначально превратилось в носовые камни в иноми что было первоначально мы не знаем но человек много лет ходил управляем на своем дыхании и считал что это нормально как мы удаляем инородные тела если это случилось на ваших глазах ребенок допустим положил себе что-то ввел полос носа можно успокоить ребенка зажать одну голову инородное тело если это недавно прошло тоже можно закапывать на уплаживающие капли и все это сморкать в полости носа крючками удалять могут только у флоринбологи под контролем эндоскопа понятно что врачи общей практики не имели навыков не должны острыми предметами удалять инородные тела из полости носа ухо попадает кроме того что сейчас появились косметические палочки которые наш народ считает пушными палочками тоже очень активно любят проводить в туалет полости ухо ухо забывают пройти палочки а потом прикладывают куку телефон либо ложать спать тем самым приводя к здоровым парамону перейдемки что еще бусинки дети даже могут закрывать кусочки хлеба насекомые которые с нам активно наползают в четвертое время года что у нас еще бывают народные тела микронаучные тем которые периодически мы удаляем во время индустрии у студентов особенно если какие-то листы из-за схода на суховом проходе иногда приходится терапевти сухари или корки хлеба это совершенно неправильно бывает косточки или нет по моноте не можем повреждения задней измотки повреждения миндалина потом встречается если вы подалились попала вам косточка или к вам опросились можно посмотреть убедить если ее убрать с инцетом или щипцами если ничего не видно по большому счету если нет возможности не делать ничего маленькая косточка она выгнается буквально 2-3 дня подождать чтобы не было небольшого диета просто наблюдать намного сложнее тяжелее инородные тела пищевода особенно опасны крупные кости трубчатые куриные кости уже крупные рыбные кости которые могут либо перекрыть вход в горстань либо нанести травму слизистой волосе посредством слоя эзофагии и медиастин здесь уже намного все тяжелее в горстань и в России если попадать в народное тело на дальше чаще всего в правый бронх который отходит от горстань под более тупым углом если мелкое народное тело человек будет упорно кашлять достаточно тяжело и продолжить пока мы не берем народное тело если очень крупное народное тело может вызвать авторацию бронха если мы столкнулись с вами что на наших глазах ребенок что-то вдохнул и пытается дышать совсем маленького ребенка мы можем взять за ноги перевернуть резко потряски чтобы на родное тело выпало более взрослого ребенка мы кладем на коленку в области пунктов плетения также пытаемся встречать по спине у взрослых пациентов это подходим сзади пациент резким ударом плетения выставить выбросы воздуха чтобы народное тело вышло либо если это боль они пытаются убрать инородные тела если говорить про инородные тела народных сухалопроходов острыми предметами артиковым зондом пинцентами могут удалять то которое необходимо определенный навык необходимо свет поэтому это закончится после травмы сухового прохода когда обращаются пациенты которых залезал насекомых на суховой проход мы можем помочь пациенту чем первых почему насекомые сами не могут выйти из сухового прохода у большинства насекомых нет заднего хода они идут только вперед и понятно что когда насекомые барабан ласками о барабанной перепонке где большое количество мировых окончаний будет неприятно мы можем закапать и спирт и масло и просто воду но теперь надо спросить у пациента не текло ли раньше ухо нет ли не было ли перфорацию барабанную перепонку если есть перфорация мы ведем масло или спирт это войдет барабанную полку мы вызываем нам больше осложнений чем инородное тело поэтому человек говорит что у него раньше ухо текло и ухо ухо мы можем либо ничего не закапывать либо закапывать только все лекарственные вещества которые разрешены при перфорации барабанной перепонки в дальнейшем при определенном навыке любой врач может удалить инородное тело насекомое из бокового прохода с помощью спиртажанной маленькие шприцы большого смысла брать нет потому что не будет напора ничего не будет у взрослых ухо сядем кверху и у детей сзади снизу струю направляем на саднюю стенку слухового прохода чтобы была трубуляция тогда мы можем выносить все что у нас там есть лишнее терную пробку насекомое и все что попадет на проход перелом костейнов их огромное количество поток травм травм асо-травм спортивные травмы косточки носа очень тонкие очень небольшие поэтому иногда мы видим на эндологическом исследовании смещение костное но нет народной деформации наличие народной деформации либо ее отсутствие если пациент пришел сразу после травм в течении каких-то часов 12 пока нет еще не развился отек ткани мы можем сразу сделать репозицию когда развивается отец ткани я уже говорила что косточки очень тонкие очень маленькие мы просто не можем понять есть там деформации либо нет тогда мы назначаем местное лечение и опускаем пациенты на несколько дней чтобы после того как уйдет отек поставить нос на место косточки пока нет кустной мозоли иногда костная мозоль достаточно долго не формируется если есть репетация мы можем до 4-х недель проводить пациент репозицию костей носа если это у нас не получается в дальнейшем предлагаем проведение клинопластики уже посттравматической почему в ряде случаев мы если есть наружная деформация но мы не выполняем репозицию если у пациента есть чередно вызывает травмы все равно в этой ситуации мы не выполняем репозицию в начале идет лечение травмы в дальнейшем выполняем репозицию если пациент сигнальные носовые кровотечения как это проявляется пациент говорит что неделю назад была травма носа было небольшое носовое кровотечение потом остановилось потом потом еще повторяется то есть не с того ни с сего обильный проход на здоровье это говорит скорее всего о том что формировалась посттравматическая аневризма нам надо найти свой источник то есть на самом деле социальной хирургии трендент хирургии чем источник боремся уже социальной хирургии в дальнейшем по показаниям выполняем репозицию костей носа понятно что на фоне травматического шока мы не выполняем заход репозицию костей носа и если у пациента есть назальная ликварея в этой ситуации мы также проводим компьютерную термографию находим используя назальная ликварея либо отоликварея там мы пытаемся инфицировать чтобы не дать разлиться головному осложнению восходящему инфицированию которое может привести к развитию минидит и миницифолита в пользу ретального исхода чаще всего репозицию костей носа мы выполняем элеватором волкова на нем есть насечки которые мы начали сверху прикладываем к костей носа и потом уже делаем репозицию волков много лет заедал нашей кафедры это его разработка и в принципе специалисты всей нашей страны работают этими элеваторами с называется пальцы инструментальные потому что с одной стороны мы изнутри пытаемся убрать западение костей инструментом а снаружи пальцами мы также пытаемся придать носу первоначальную форму до травмы иногда переломы костей нос сопровождаются травмы открытыми закрытыми проникающими или деформацией стенок фазы нас волнует травмы если открытые мы выполняем еще похлопы данной ситуации когда деформация деформация стена фазы тогда мы выполняем оперативное лечение остальных ситуациях мы не выполняем ревизию фазы мы выполняем активное ожидательное консервативное лечение антибиотическую терапию и через 48 часов делаем функцию отмываем зубки крови и вводим туда антисептики гематомы гематомы и коробки и коробки носа обычно обращаются к нам словами что травма носа был небольшой лисовое кровотечение через 2-3 дня нос перестал дышать идет скопление крови между настоящим хрящом практически полностью носовое дыхание исчезает что мы делаем скрываем гематомы небольшими разрезами с одной стороны мы делаем разрезы с теками с другой резонтами чтобы не было дальнейшую перфорацию эвакуируем кровь плотная тампаната хорошие антибиотики обычно за 2-3 дня в данной ситуации активно разрешается от гематомы встречается отогематомы либо хондроцер располения хондроцер раковины чаще всего они также связаны либо с травмой либо с переохлаждением то мы обязательно должны лечить данную ситуацию пациент с гематомой мы пунктируем эти полки мы делаем разрезы на ушном ракове мы обычно пунктируем убираем кровь плотная повязка питательна и хорошие антибиотики потому что если хрящ заболевает хрящ может в этой ситуации развиться хондроцер в дальнейшем это заканчивается обычно очень нехорошо деформация оснообразная которую вылечить даже термогическим путем практически невозможно поэтому конечно же все гематомы должны активно лечиться станоза гортани какие бывают причины это может быть порожденное нарушение нарушение так называемого оброжденного спирита это племмонозные лорингиты абстезы над гортани это порезы и параличиков в складах мы говорим порез когда это неподвижность и паралич когда уже неподвижны на фоне ларингоспазма который тоже может быть и органическая генеза истерические генезы функциональные на фоне ложного крупа который чаще развивается у детей на фоне дифтерии когда в горстане образуют пленки которые перекрывают расцвет горстани и народное тело мы обсуждали травму горстани и авто дорожное когда люди не притяживаются получают удар по руль удар по торпеду юношеский паталмазоз горстани мы обсуждали в лекции по горстани и все опухоли тоже могут быть причиной развития горстани а вот здесь эндорфото пациент что вы понимали они все дышат не через естественные пути а через трактатоническую трубку это горстан драке горстани который полностью перекрывает просвет горстани либо посторонний паралич горстани то есть эндорфото состояние вдоха то есть во время вдоха расходится примерно на сантиметр вот здесь во время вдоха порядка двух миллиметров понятно что через эту глуптовую щель решать невозможно рубцовая стеноза гортани драке это патологический процесс в основе которого идет замещение нормальных стенок горстани теракий с медицин тканей это чаще всего развивается на фоне продленной ИВЛ на фоне травмы горстани представлены эндорфото пациентов после продленной ИВЛ когда сформировалась продленная выраженная спиноза гортани начальных отделов теракии по клиническому течению спиноза мы различаем компенсацию субкомпенсацию декомпенсацию и асфиксию это по степени служения горстани либо травм статус компенсации пациент обычно не очень понимает что происходит раньше я мог сбежать на четвертый этаж сейчас с другом я поднимаюсь до второго этажа это примерно волковая щель на 6-8 мм травм примерно на треть то есть пациент принимающий что-то не так еще не очень может формулировать то есть дыхание уже при нагрузке шумно так называемый спритер появляется фикардия повышение давления но еще пока кожные покровы розовые то есть пациент какие-то обычные нагрузки может спокойно выполнить компенсация то есть пациент как бы какие-то элементарные вещи допустим переодеться встать ему уже тяжело здесь уже примерно наполовину сужена голосовая щель или процесс ракей наполовину то есть уже простые небольшие нагрузки ему тяжело с асфиксируем это клиническая смерть если мы не оказываем помощь то это уже может закончиться биологической смертью то есть потери сознания уже не произвольно спуск 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 сердца все эти платы должны оказать очень быструю помощь либо интубацию пациента либо а по возможности стенов гортани либо хотя бы на какой-то момент улучшить дыхание у пациента в дальнейшем при необходимости мы проводим хирургическую реконструкцию структуры функционального аппарата гортани терапии адекватно протезируем верхние дыхательные пути подбираем адекватные атомические трубки конечно очень важно реабилитировать пациента которые теряют способность разговаривать всегда теряются не только физиологически но именно социальная адаптация в окружении всегда очень тяжело эндоскопическую экстренную форму если возможно мы больных интубируем потому что конечно выполнение срочной тратиотамин когда пациент дышит аппарат или под местным среди это большая разница поэтому конечно если есть возможность чтобы пациент заинтубировали это здорово если нет выполняем под местным среди стараемся использовать современный хирургический инструментарий чтобы у нас было минимальное количество времени от разреза до вскрытия трахеи и в дальнейшем подбор адекватных трубок по размеру по длине по качеству трахеостонии как правильно говорить трахеостония и ретрохеостония в основном трахеостония мы говорим в той ситуации надо вскрыть трахею для какого-то однократного осмотра если хоть на какое-то время выводим в просвет трахеи конюлю формируем мы должны говорить более правильно трахеостония это более правильное более современное название иногда кто подумает что там сложного наложить трахеостону сложностей много есть неблагоприятные тонические особенности если у пациента выраженный горстанозархиальный угол то есть там где должна начинаться трахея на уровне неверной вырезки еще сположена горстан если пациент по институции гиперстаник у него еще и выраженный горстан трахеальный угол понятно что очень сложно в этой ситуации наложить быстро на трахеостону еще раз подчеркну то есть есть возможность с предосторонним повлечать за артами если изменить допустим хочет а в этой ситуации мы по возможности выполняем операцию под наркозом если нет тогда под местами с и в врача которым он мог верно вырвать жертву и вдруг смерть как трахеостону загадание это сказание не потеряло своей актуальности потому что выполняя вовремя трахеостону мы можем спасти человеку жизни и в дальнейшем он жил в полноценной жизни относиться к трахеостонии что это подумаешь дырка на шее конечно неправильно трахеостонии это операция повышенного риска и она должна выполняться квалифицированной специальности если мы не успеваем уложить трахеостонию мы делаем более быстро коникотонию через все слои проходим делаем отверстия туда вводим трахеостоническую трубку для этого все-таки должна быть анатомически все ориентиры длинная нормальная шея невыраженный горстон трахеальный угол тогда мы с этим поможем если в других ситуациях можно выполнять коникотонию можем навредить современные наборы так называемые функционно-дефекционные трахеостонии выглядят примерно вот так опять же можно выполнять в той ситуации когда шея без анатомических изменений клоническая операция трахеостония заключается в разрезе кожи в дальнейшем все мышцы аккуратно мы разводим перешей щитовидной железы смещаем книзу смещаем кверху а если не смещается пересекаем и очень важно наложить хотя бы четыре шва подшить трахею к коже формировать нормальный канал чтобы можно было поменять тракетомическую трубку доктору родственнику пациенту самому пациенту в дальнейшем когда нам уже не нужна тракетом мы удаляем под контролем эндископии тракетомическую трубку процентов 70 заживает рана сама процентов остается тракет которым аккуратно зашивает спасибо за внимание